Бабушка избила одноклассницу своего внука. Этот случай произошел месяц назад во дворе гимназии номер 107. После уроков дети играли в снежки. Пожилой женщине показалось, что ее внук обьют одноклассницей, и она решила защитить его. Однако не рассчитала своих сил. Тему продолжат наши корреспонденты. 8 февраля у Марины Кровец, ученицы третьего класса, было пять уроков. Около часа дня она вместе с одноклассниками вышла со школы. Дети начали играть в снежки. Марина и несколько девочек стали обсыпать снегом своего одноклассника Вову. За этим занятием их и застала его бабушка. И девочки начали его засыпать снегом. А та бабушка увидела, мне показалось, что мы его начали бить, и начала бить всех. Потом девочек просто ударила по голове, а меня ногой вот так било. Все произошло на этом месте возле школы. Домой Марина вернулась вся в слезах и с побоями. Вспоминает ее мама. Она плакала, так не связано, конечно, рассказала. Я не могла вообще поверить, что такое вообще может случиться. По словам директора гимназии, бабушку от ребенка оттянули родители школьников, которые стали случайными свидетелями драки. Родители из этого класса, которые забирали детей, увидели эту ситуацию, начали оттягивать бабушку от ребенка. Бабушка ребенка побила очень сильно. Ребенок был в шоковом состоянии, в школу не ходил, потому что все это переживал. В тот же день мама девочки обратилась в милицию, а на следующее утро к врачу, чтобы снять побои. В заключении медики написали легкие телесные повреждения. Правоохранители начали расследование. Бабушка второго ребенка, ей показалось, что ее внука или внучку обидел ребенок заявительницы, и она причинила данному ребенку легкие телесные повреждения. Однако уголовного дела в милиции не возбудили. Там говорят, что согласно закону, при легкой степени побоев решение о возбуждении дела должен принимать суд. Данное преступление считается не тяжким, рассматривается непосредственно по жалобе потерпевшей стороны в суд. В школе говорят, бабушка Вовы ко многим детям относится агрессивно. Учителя пробовали с ней говорить, однако безрезультатно. Бабушка никого не слушает, она стоит на свое мнение, что другие дети ей не интересны. Вот она занимается только своим ребенком, и ей нет никакого дела до других детей. Сейчас Марина и Вова продолжают учиться в одном классе. Перевести мальчика в другой класс руководство школы не может. Это невозможно по закону, согласно закону образования, без письменного обращения родителей, я не имею права перевести вот просто так ребенка с одного класса в другой. Вот потому они продолжают учиться в одном классе. Между тем, маме Марины пришлось обращаться к врачу за помощью. У девочки начались головные боли. К неврологу. Ну, проходим курс лечения там. Кроме милиции, женщина обратилась в прокуратуру, облгосадминистрацию и Горано. В Горано мне в частной беседе по телефону говорят, что приучайте своего ребенка к несправедливостям жизни. Однако мама Марины все же намерена добиться справедливости. И в ближайшее время планирует обратиться в суд. Сегодня в течение дня мы пытались по телефону связаться с бабушкой Вовой, однако безрезультатно. Тем не менее, мы готовы в любой момент предоставить слово и второй стороне. Субтитры делал DimaTorzok